Добрый день! Я вас приветствую! Вы знаете, что физическая величина характеризует тело или явление. Примеры физических величин — это масса, скорость, длина, объём. Для измерения физических величин созданы различные приборы. Есть приборы, которые имеют табло, и на табло высвечивается значение измеряемой величины. Вот такие. Однако есть приборы, у которых шкала. И для того, чтобы снимать показания с таких приборов, необходимо знать характеристики шкалы прибора. На этом уроке будут рассмотрены основные характеристики шкалы прибора. Тема урока — характеристики шкалы прибора. Произвольная шкала прибора обобщённая, то есть это может быть шкала и вольтметра, и динамометра, и линейки. Шкала представляет собой штрихи, нанесённые, некоторые из которых оцифрованы. Оцифрованы — это значит помечены цифрами. Первая характеристика шкалы — это пределы шкалы. Это минимальное и максимальное значение, которое может измерить прибор. Для нашей шкалы пределы шкалы — это от 0 до 6 единиц измерения. Измеряя физическую величину, следует следить, чтобы её значение не превышало пределов шкалы. Следующая характеристика шкалы — это цена деления. Очень важная характеристика шкалы. Цена деления равна значению самого малого промежутка шкалы. Посмотрите на рисунок. Малый промежуток шкалы обозначен зелёным цветом. Значение этого малого промежутка называется ценой деления. Как найти цену деления? Цена деления равна разнице двух соседних подписанных меток, разделённой на количество промежутков между ними. Чтобы это было понятно, определим цену деления этой шкалы. Цена деления равна CD равно. Нужно взять две подписанные соседние метки шкалы. Ну, например, 4 и 5. Из большей вычесть меньшую и разделить на количество промежутков между ними. Посмотрите на рисунок. Между 4 и 5 — 5 промежутков. Значит, нужно 5 вычесть 4 и разделить на 5. Обратите внимание, что делить нужно на количество промежутков, а не на количество штрихов. Потому что между 4 и 5 — 4 штриха, но 5 промежутков. Итак, 5 минус 4 и поделить на 5 будет 1 пятое или 0,2 единиц измерения. То есть данная шкала имеет цену деления 0,2 единиц измерения. При измерении физической величины с помощью прибора это значение определяется не абсолютно точно, а с некоторой погрешностью. Погрешность зависит и от самого процесса измерения, и от прибора. Погрешностью прибора во многих случаях можно считать величину, равную половине цены деления шкалы прибора. То есть еще одна характеристика шкалы — погрешность. И погрешность прибора равна половине цены деления шкалы. То есть 0,2 поделить на 2 будет 0,1 единиц измерения. То есть данная шкала позволяет определить физическую величину с точностью до 0,1 единиц измерения. Теперь, зная характеристики шкалы, можно с легкостью определять показания этой шкалы. Пусть указатель шкалы стоит вот так. Посмотрите, зеленая стрелка. Сколько тогда показывает прибор? Как записать этот результат? Прибор показывает 4 деления, вы видите, целые, и еще 3 деления, каждое из которых по 0,2. 3 деления, каждое из которых по 0,2 — это будет 0,6. Следовательно, прибор показывает 4,6 единиц измерения. Погрешность прибора 0,1 — это означает, что измеряемая величина лежит в диапазоне 4,6 минус 0,1 и 4,6 плюс 0,1. Записываю так. Плюс-минус 0,1. Вот это результат измерения. Теперь рассмотрим более конкретную шкалу. Это шкала термометра. Посмотрите, шкала представляет собой штрихи, некоторые оцифрованы. И значение промежутка между двумя ближайшими штрихами, вы уже знаете, это цена деления. Определим характеристики этой шкалы. Пределы шкалы тут трудно определить, потому что дана только часть шкалы, а не вся. Определим цену деления. Нужно взять два значения, которые подписаны, стоят рядом. Берем, например, 40 и 20. Из большего вычесть меньшее. И поделить нужно на количество промежутков между ними. Между 20 и 40 10 промежутков. То есть 40 минус 20 и поделить на 10 будет 2 единицы измерения. То есть данная шкала имеет цену деления, равную 2. Погрешность измерения, погрешность прибора этой шкалы – 1 единица измерения. Каков же будет результат, который показывает этот термометр? Посмотрите, до 60 не хватает одного целого деления и еще половины деления. Одно целое деление – это 2 единицы, и половина деления – это 1 единица. То есть до 60 не хватает 3 единиц. Следовательно, термометр показывает 57 с погрешностью плюс-минус 1 единица измерения. Рассмотрим еще один пример. Это мерный цилиндр. Прибор для определения объема жидкости. Определим основные характеристики шкалы этого цилиндра. Максимальное значение шкалы – это 400 мл, а минимальное значение не подписано. И не зная цены деления, сразу определить его нельзя. Поэтому сначала определим цену деления этой шкалы. Берем две метки, которые подписаны, стоят рядом. Тут их только две. То есть 400 вычитаем 200 и делим на количество промежутков между ними. Еще раз обратите внимание, нужно делить не на количество штрихов, а на количество промежутков. Между 200 и 400 – 10 промежутков. 400 минус 200 и поделить на 10 будет 20 мл. То есть цена деления этой шкалы – 20 мл. Теперь определим, каковы же пределы шкалы, какое минимальное значение шкалы. От 200 до нижнего штриха ровно 10 делений, каждое из которых по 20. Значит, нижнее значение шкалы – 0 мл. Пределы этой шкалы – от 0 до 400 мл. Погрешность прибора этого будет равна половине цены деления, то есть 10 мл. Как же записать результат? Объем жидкости будет равен… Посмотрите, до 200 не хватает одного деления и еще половины деления. Одно деление – это 20 мл. Половина деления – это 10 мл. Следовательно, до 200 не хватает 30 мл. Поэтому объем жидкости будет равен 170 мл. Плюс-минус 10 мл. Еще один пример шкалы. Это термометр. Причем тут написано, что измеряет он в градусах Цельсия. На шкале всегда написаны единицы измерения той величины, которую измеряет прибор. Пределы этой шкалы – от 0 до 120 градусов Цельсия. Цена деления. Берем два соседних значения шкалы, которые подписаны. Ну, например, 60 и 80. Из 80 отнимаем 60 и делим на количество промежутков между ними. Между 60 и 80 – 10 промежутков. Получается 2 градуса Цельсия. То есть цена деления этого термометра – 2 градуса Цельсия. Погрешность, которую дает этот прибор, будет 1 градус Цельсия. Результат, который показывает этот термометр, будет 20 градусов Цельсия и еще 5 делений, каждая из которых по 2 градуса. То есть еще 10. Получается, термометр показывает 30 градусов плюс-минус 1 градус Цельсия. Еще один пример. Это шкала прибора, с которым вы встретитесь в 9 классе. Шкала вольтметра. Пределы этой шкалы – от 0 до 250 единиц измерения. Цена деления этой шкалы. Берем 50 и 100. Из 100 вычитаем 50 и делим на количество промежутков между 50 и 100. Между ними 5 промежутков. 100 минус 50 и поделить на 5 будет 10 единиц измерения. Погрешность этого прибора – 5 единиц измерения. И последний пример. Это тоже шкала прибор, с которой вы будете встречаться в 8 классе. Это шкала динамометра. Пределы шкалы – от 0 до 1 единицы измерения. Цена деления. Можно брать любые два соседних значения, которые подписаны и стоят рядом. Берем 0,6 и 0,7. От 0,7 вычитаем 0,6. И между этими метками 10 промежутков. Получается 0,7 минус 0,6 и поделить на 10 будет 0,01 единиц измерения. То есть одно деление этой шкалы – это 0,01 единицы измерения величины. Погрешность, которую дает этот прибор, будет равна 0,005 единиц измерения. Половина от цены деления. На этом уроке были рассмотрены основные характеристики шкалы прибора. Одной из характеристик шкалы прибора является пределы шкалы. Очень важной характеристикой шкалы прибора является цена деления. Чтобы найти цену деления, нужно взять два значения шкалы, которые подписаны и стоят рядом. Из одного вычесть другого и разделить на количество промежутков между ними. Погрешность прибора во многих случаях можно считать равной половине цены деления шкалы прибора. Всего доброго! Продолжение следует...